здравствуйте друзья здесь демитков юрий наконец-то я в привычном месте выходные я был на private money форум увидели репортаж я встречался с кирой юхтенко сказать мы хорошо очень побеседовали но сейчас не об этом сейчас новое видео и я хотел снимать видео про доллары честно говоря но вот прямо сейчас сегодня понедельник 9 число 9 декабря то есть 2019 года видео актуально только сегодня дело в том что сегодня очень интересные события происходят и вот жду уже вечер на самом деле сейчас 16 48 18 часов состоится встреча нормандской четверки это с одной стороны она заседает вроде бы по украине по донбассу но смотрите украина и газпром транзит газа они в принципе ну как бы связаны эти вопросы и вторая информация которую я прочитал на маркет твитц о том что на сегодня же было назначено заседание совета директоров газпрома по поводу определение дивидендной политики то есть какую сумму от доходов газпром планирует отчислять на дивиденды так вот в маркет твитц пошла информация о том что газпром решил отложить заседание совета директоров до выяснения результатов заседания на встрече в нормандском формате что это значит это значит что в нормандском формате там на переговорах в париже все-таки будет затронута и тема транзита газа и тема урегулирования вопросов судя по всему между газпромом и вот этим нафтогазом и если эта встреча а есть все основания как бы полагать и судя по всему по подготовке что ей будут положительные сдвиги по крайней мере поэтому вот я думаю что сегодня я думаю что это произойдет поздно ночью либо завтра утром акции газпрома ну опуститься не знаю я надеюсь что они поднимутся вот но акции газпрома я купил еще в пятницу значит ну с плечом сейчас я вам покажу их вот я купил акции газпрома с плечом я купил их тысячу штук это спекулятивная сделка на 200 с лишним тысяч я залез в кредит уже кредиту два дня вы понимаете суббота воскресенье сегодня понедельник третий день истекает вот ничего страшного если они поднимутся то я заработаю как всегда я хочу сказать что я очень очень здорово рискую вот но что еще из интересного я могу сказать что вот тут вы видите обувь россии я снова прикупил посмотрите она находится ну совсем совсем внизу и она очень обувь россии давно падала помните я про нее говорил что вот в этом месте видите какой график интересный шпили вверх шпили вверх вот то есть это были закупки большими объемами вот но они завершились и когда она упала вот куда-то вот сюда я ее купил помните я рассказывал но значит поставил take profit и вот на этой шпильке я продал значит соответственно я получил прибыль у меня кто-то говорил что с обуви россии почему ее нет вот на этой шпильке она у меня была продана я получил прибыль после этого она опустилась вниз я сейчас ее снова купил ни в коем случае не воспринимайте это как советы я просто отвечаю на вопросы это крайне рискованные манипуляции скажем так мои это я вам очень советую только наблюдать за этим ну и чтобы вы не говорили что я там скрываю что-то от вас вот они пожалуйста но это я говорю вот с обувью но в принципе с газпромом с плечом это очень очень рискованные вещи более того с газпромом я достаточно серьезно ставлю на рост акции газпрома давайте вернемся к газпрому ну и нафиг эту обувь там немного я вложил там ну сорок две тысячи однако вот а что с газпромом давайте смотреть вот он газпром у меня посмотрите вот я газпром вот здесь вот докупил вот он был на минимуме где-то вот ну здесь вот я его докупил это усреднение но практически вот двести сорок семь тридцать восемь то есть у меня было 200 акций я докупил еще тысячу сейчас я в прибыли у меня стоит естественно стоп лимит то есть ограничение на вот тысячу этих акций видите 100 100 100 чего 100 лотов лот 10 акций вот то есть это стоит ограничение убытков здесь стоит ну take profit на прибыль ну если будет резкий скачок то take profit сработает значительно выше чем ну то есть цена продажи будет чем вот это вот цена поэтому здесь ничего страшного и сейчас давайте здесь 30 минутный график вот он вот где газпром находится смотрите что происходит с газпромом последние дни так где у нас 20 число смотрите вот газпром увеличивался в цене непрерывно и потом достиг максимума значит двести семидесяти рублей за одну акцию потом начал снижаться и вот здесь вот наш так горячо любимый многими большинством я бы сказал население нашего но судя по выборам президент путин владимир владимирович решил выступить в качестве эксперта по финансам и он сказал вот 20 числа вы можете проверить что акции газпрома вырастут что это самая недооцененная компания ну то есть перевожу на русский это называется словесная интервенция вот как это называется то есть для чего он это делал я не знаю но вот здесь вот кстати здесь они продали достаточно большой пакет акций газпрома он очень большой был в одни руки то есть за одну сделку там три процента гаспрома продали кому продали это не разглашается тайна вот и тут же он словесная интервенция что газпрома да да наш газпром блин самая недооцененная компания вот после этой словесной интервенции газпром немножечко вырос но потом значит откатился вниз где я его собственно и купил потому что нормандская семерка сегодня вот она здесь где-то вот здесь я его и прикупил ну а сейчас сейчас страшно сказать какая-то информация в ходе переговоров начнет поступать поздно ночью вот но ладно раскрою секреты вот я зашел на рынок срочный дело в том что 1845 биржа закрывается и на фондовом рынке акции газпрома уже купить нельзя будет я зашел на срочный рынок на срочном рынке фьючерс на газпром естественно есть и я не стал покупать фьючерсы я решил купить опционы вот это поставочный опцион call но в данном случае вот видите у меня стакан тут заполнен его постоянно вот так вот увеличиваю потому что потому что я его увеличиваю и я потихонечку покупаю опционы колл со страйком 2 25 тысяч вот это поставочные опционы то есть срок действия истекает вы видите 18 декабря то есть это краткосрочная спекулятивная чисто сделка ну пока 3 опциона куплено каждый опцион это на 100 акций поставочный то есть если опцион будет деньгах то я получу 100 акций газпрома по цене 250 рублей вот так на 25 тысяч ну а если он будет не в деньгах то есть если она опустится ниже чем цена страйк ниже чем 250 рублей за акцию то эти деньги будут потеряны вот такая вот история опять же очень большой риск то есть деньги будут целиком потеряны ни в коем случае не вкладывайте туда большие деньги это опционные стратегии здесь очень серьезно все вот если цена скажем поднимется до 270 рублей то по по две тысячи за каждый я получу то есть я вкладываю 400 рублей где-то так ну 387 400 рублей могу получить 2000 то есть в пять раз он может вырасти буквально завтра поэтому здесь огромный риск это рулетка я понимаю что это достаточно такая вот стрёмная игра поэтому деньги сюда вкладываются небольшие ну вы видите 393 рубля стоит один вот ну 400 рублей стоит один опционку всего лишь со страйком 250 если кто-то что-то не понял что я делаю это достаточно логично потому что здесь надо понимать все риски и все то что я делаю все то что я делаю здесь я рассказываю на курсе биржа для чайников вы уже поняли что если вы хотите заработать следите смогу я заработать здесь или нет риски огромные смотрите я еще раз предупреждаю наблюдайте наблюдайте со стороны и если но вы считаете что этим стоит заниматься то я вам очень рекомендую начинать с курса биржа для чайников и на самом деле вот самый самый последний курс о котором я говорил на которыми рассказывал там я больше всего рассказываю про опционные стратегии и про опционы но я сейчас буду готовить следующее продолжение курса биржа для чайников уже про работу на срочном рынке и про опционные стратегии там очень много оказывается всего интересного вот и сейчас я просто вот кратенько просто вас посвящаю это дело но здесь я надеюсь что будет прогресс я вижу что газпром на минимуме поэтому я здесь не особенно страху ясь вот как бы покупаю там можно очень такие интересные стратегии когда не терять и я как раз об этом хотел снять про доллары ну вот не получается я заморочился на газпроме ну внес я сюда всего 20 тысяч поэтому деньги небольшие это как вы понимаете не больше чем 5 процентов от моего общего портфеля поэтому я не так чтобы сильно рискую но зато есть надежда заработать много в этом суть опционных стратегий вкладывается денег совсем немного заработать можно очень много и это становится актуальным в период когда идут очень серьезные колебания на рынке чего я ожидаю прямо сейчас поэтому оставайтесь на моем канале будет интересно расскажу завтра что произошло с моими опционами вот и просто поясню ну а вы получите информацию если вы хотите опять же вон там там значок и биржа для чайников на сегодня все спасибо за внимание с вас лайк колокольчик подписка до встречи с вами был демятков юрий . . . . . Продолжение следует...